Всем привет снова, здравствуйте! Хотелось бы на канале собрать все самое лучшее, как можно сделать, но времени сделать все качественно, конечно, не получается. Длина видео будет, конечно, очень большая и так далее. Все это понятно, не суть дела. Хотелось бы рассмотреть в этом видео, как сделать круглые щиты. Значит, щит легионера мы уже рассмотрели, вариант, как сделать. Вариантов, конечно, очень много, ZBrush предоставляет. Ну вот, давайте по круглым щитам пройдем. И как, с какого щита начать? Ну, конечно же, щит Капитан Америка. Он более-менее такой сложный будет, наверное. Ну, погнали. Так, текстуру убьем в бок. И рассмотрим, что можно сделать. Так, давайте откроем куб. Вытянем его. Нажмем Edit Make Polymesh. Выровним. Посмотрим, что у нас тут с сеткой, что с симметрией X. И вот так вот сейчас мы его уменьшим. Зайдем опять же в геометрии и по сайзу чуть-чуть поработаем. Вот так мы его сплюснем. Кстати, этот щит я делаю первый раз. Так что, если косяки какие-то будут в видео, сильно не судите. Так, все это мы сделали. И давайте сделаем Dynamesh. Все. Это нормально. Все пойдет. Теперь, что у нас тут есть. У нас есть тут центральный круг, звезда. И потом получается раз, два, три полосы. Ну, погнали. Ставим стандартную кисть. Ставим Drag Track. И звезда у нас тут должна быть. Вот она. Попробуем ее нанести. Так, не рисует. Заходим в Sample. И жмем Spoled Projection. Вот этот. И попробуем теперь нанести. Так, все. С этой задачей мы справились. И вот так вот нанесем звезду. Что теперь делаем? Теперь нам нужно это дело все, видите, по кругу обрезать. Поработаем резкой. Вот эту возьмем клип в цирку. И попробуем ее вот так вот нанести. Будем ориентироваться вот по этим граням звезды. Чтобы все это дело было у нас более-менее ровно. Вот так вот. И немножко вот так вот делаем. По звезде и ориентируемся. Вырезаем. Все, вот такая заготовка у нас получилась. Теперь пройдемся маскированием. Вот так все это дело замаскируем. И попробуем. Можно звезду увести вглубь. А можно вытянуть. Ну давайте еще побольше ее вытянем. Чтоб она более классно смотрелась. Вот так вот. Так, все это дело убираем. Все, звезда есть. Центральный круг у нас есть. И попробуем теперь. Так. Попробуем теперь открыть наверное цилиндр. Поставим цилиндр. Переключимся на него. И вот так вот сделаем геометрии. И опять же по сайзу. Так. Это тоже есть. Теперь в деформации попробуем ротацию сделать. Выберем. Вот так вот. Так, давайте ее выровним теперь. И вот эту вот звезду опустим именно вот к нашему цилиндру. Не цилиндр поднимем, а звезду опустим. И вот так вот ее с помощью мов. Чуть-чуть давайте выровним. Приблизительно хотя бы вот так вот. Так, все это мы сделали. И опять на цилиндр переключаемся. И давайте его сплю с ним. Вот просто возьмем геометрии. И опять же его вот так вот сделаем тоньше. И чуть-чуть больше. И опять тоньше. Вот так вот. По симметрии мы не попадаем. Надо еще чуть-чуть подкорректироваться. Вот так вот сделаем. Так. И опять в геометрии. И опять. Так, это у нас получается вторая полоса. И давайте ее. И давайте ее сделаем чуть-чуть больше. Вот так вот. Ну а теперь поиграем дубликатами. Сделаем раз, два, еще два дубликата. Переключимся на следующий дубликат. И опять же сделаем геометрии. И опять же прибавим. Вот так вот. И сделаем немножко ее тоньше. Прибавим. И немножко тоньше. Вот так вот. Это у нас должна быть самая большая полоса. Вот мы ее сделаем побольше. Ну и теперь следующий саптул. Вот так вот его включаем. Опять же заходим в геометрии. И делаем его больше. Вот так. И опять делаем тоньше. Теперь смотрим, чтобы у нас вот эта полоса была чуть-чуть потоньше. Ну а теперь самое интересное. Так. Звезда у нас толще. Значит, можно нам еще сделать здесь кант. Или просто потом увести звезду, сделать ее потоньше. Так. Все теперь это мы объединим. Так. Для начала давайте сохранимся. Мало ли что-то не так будет. Сохраним проект. И все. Теперь это делаем merge down. Автоматически. Merge down. Merge down. И все объединилось. Смотрим теперь на полигруппу. Вот так вот. Делаем ctrl-w. И делаем dynamesh. Так. Вот такой щит прикольный выходит. Теперь его нужно обрезать. Так. Ставим trim rect. И вот эту часть вот так вот обрезаем. Делаем ровно его. Ну и теперь, как мы делали жетон, как вариант, жмем append, ставим сферу. Уменьшаем наш щит в сайзе. Можно с помощью skyle. Вот так. И теперь вот эту сферу переводим назад. С помощью mov. Вот так. И также с помощью mov мы ее делаем немножко сплюснутой. Вот таким образом. Даже побольше. Вот таким образом. Ну и теперь надо переключиться на наш щит. кистью matchmaker. Кистью matchmaker. Которую мы работали с жетоном. Ставим дров сайз побольше. Находим центр. И вот так вот ее вминаем. Отключаем второй вот этот саптул наш. И вот такой у нас щит получается. Вот так он будет выглядеть. Так, вот такой щит у нас получился. В принципе. В принципе делать вот такие вот выступы не обязательно. Достаточно возможно сделать центральную часть и сделать вот эту вот одну сферу взять. Один цилиндр взять вот этот и потом просто вот этот вот этот рисунок нанести. Давайте посмотрим как нанесется рисунок теперь на него. Включим стандартную кисть. Включим RGB. ZAD. Отключим вот это все, что у нас включено на кисть. ZAD. Поставим. Поставим прозрачность. Вот так увеличим. Все это постараемся подогнать. Вот так вот. И попробуем все это дело покрасить. Все в принципе получается нормально. Только нужно подкорректировать вот эту вот центральную часть. Тут можно поработать маскированием. Вот так вот если все это дело замаскировать. И сделать контрол и поменять вот так вот с помощью С. цвет, то можно вот так вот ее все дело это подправить. Снимаем выделение. И вот уже в принципе получился нормальный щит. Так, давайте рассмотрим как еще один щит сделать. Откроем теперь цилиндр. Откроем теперь цилиндр. Переключимся на нормальный цвет. Выровняем. Выровняем все это дело. Выровняем все это дело. Shift левая кнопка мыши. Сделаем Make Polymesh. Ну и теперь Dynamesh. Смотрим сетку. Смотрим сетку. Все нормально. Опять идем в Size. Все дело это вот так вот уменьшаем. И теперь рассмотрим на этом примере вот этот щит. щит Спартака. Делаем прозрачность. Прибавляем его чуть-чуть в размере. Выровняем по нашей вот этой, по нашему цилиндру. Вы видите, что на рисунке щит сам он деформирован. Он не идеально круглый. Ну ничего, мы это дело сейчас подправим. Нам нужен вот этот знак. Что мы будем делать? Переключимся на маску вот эту полосу. И вот так все это дело замаскируем. Так. Теперь жмем Alt и так. И вот так попробуем ее выделить. И немножко дальше теперь возьмем опять Alt и немножко и перенесем. И чуть-чуть подправим. Вот где-то так. А здесь чуть-чуть можно уже и порисовать. Вот так вот. Вот так вот. Вот что-то такое будет. И теперь вот это все заднюю часть мы вот так вот уберем маску. и все это дело давайте вытянем. Вот так вот. Так, все это мы дело тоже сделали. Снимаем маску. И делаем опять же такую же штуку со сферой Append. Жмем сферу. Переключаемся на нее. Геометрии чуть-чуть уменьшаем. С помощью MOF уводим назад. Прибавляем. И опять уводим. Вот так вот. Теперь немножко ее сплю с ним. Вот где-то вот до таких размеров. Вот так вот. И немножко наверное ее надо опустить. Вот где-то вот так вот. Теперь заходим в Subtool. И жмем на наш вот этот щит. И теперь опять же наша кисть вот эта. Matchmaker. Ставим Draw Size побольше. И от центра ее ведем. Так, все щит у нас получился. Вторая часть нам уже не пригодится. Но теперь нужно сделать опять что. Ставим цилиндр. Вот так вот. Переключаемся на него. И делаем опять же то же самое. Уменьшаем. Делаем его тоньше. Вот так вот. И делаем его больше. Вот где-то в таком духе. И с помощью Move уводим его назад. Поправляем его ротацией. Вот так вот. И с помощью Move возвращаем. Сюда вот. Делаем чуть его еще больше. И выравниваем. Так, вот что-то такое у нас получается. Это будет ударная кромка на то, чтобы бить врага. Чуть-чуть еще выравниваем. Смотрим, что у нас тут не так. Перекручиваем и пробуем еще вот так чуть-чуть подкорректировать. Вот. Вот теперь где-то должно быть нормально. С помощью Move давайте опять же выравним. Вот так. Опять Wapend. Откроем цилиндры. Вот у нас есть уже цилиндр. Переключимся на него и включим щит сам. Включим прозрачность. Так. Вот где-то такая штука у нас получается. И давайте немножко ее уменьшим. Вот так вот. Сделаем теперь ей Dynamesh. Смотрим сетку. Ставим на вычитание. Переключаемся на верхний Subtool. Nerge down. И снимаем маскирование. Вот такой щит у нас получился. Опять же можно добавить лямки. Там что вам нужно будет. Давайте все это дело попробуем теперь раскрасить. Как и должен быть. Здесь можно нанести царапины. Всякие там причиндалы. И давайте попробуем его раскрасить. Жмем Merge down. Включаем теперь текстуру. Z. Подгоняем. Вот так вот. Сделаем побольше резолюцию. Z. Ставим стандартную кисть. И пробуем рисовать. Сделать. Вот так вот. Ставим другой материал. Жмем. Жмем. Вот так вот. И пробуем. Чуть-чуть ее вот так вот. Подкорректировать. Ну, в принципе, вот такие варианты. Все простенько. Надо, конечно, докрасить будет. Это вы уже сами. У меня времени не хватает. Все. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok